матриархат был ли он вообще теории о том что в бронзовом веке и ранее были общество где мужчины занимали подчиненное положение появились сравнительно недавно культ богинь матерей высокая роль женщины в поддержании численности народа и сборе урожая неизбежно повышали их статус в обществе но было ли это властью в полной мере основные признаки матриархального общества ученые находят на ближнем востоке и в европе до индоевропейского нашествия народы населяющие эти земли были этнически близки и вышли из зоны земледелия где и зародился женский культ в противовес патриархату сообществ охотников американский археолог гимбутас предложила концепции о матриархальных обществах древней европы цивилизации землевладельцев пацифистов и мореходов которые пали под нашествием кровожадных индоевропейцев остатки древней европы сохранились лишь в цивилизациях крита трое и этрурии однако в реальности нет ни одной полностью матриархальной культуры древности все что дошло до нашего времени это общество где женщин могли высоко ценить но не делать руководящим полом скифы сарматы исаки известны как жена управляемые геродот сообщает что их женщины с возрастом приобретают мужские черты характера и телосложения из-за холодного климата а мужчины становятся несколько женоподобны потому среди них много воюющих женщин наравне с мужчинами и есть целое племя амазонок воительниц которые доминируют над мужским полом и действительно в степной зоне часто находят захоронение женщин воинов и у ирокезов и утро брянцев и у минанхкабау вождями являются мужчины но родство ведется по женской линии а фигура отца малозначительно у туарегов народов индии тибета женщины в браке не знают верности а напротив их статус зависит от числа любовников и рожденных от таких связей детей согласно мифам в меланезии давным-давно женщины правили мужчинами у женщин были бороды а у мужчин женская грудь мужчины кормили и воспитывали детей а женщины ходили на охоту и управляли обществом однажды мужчины договорились напали на женщин отняли у них бороды и отдали им груди с этих пор власть принадлежит мужчинам и в общем-то на этом познание научного мира об истории матриархата заканчиваются неизвестны общество где женщины бы имели хотя бы равный статус с мужчинами не говоря уже о доминировании что не исключает наличие женщин-лидеров национальных героев как жанна де арк или тамирис последним бастионом матриархата стали труды марксизма-ленинизма где в силу времени написания этот феномен признавался как данность не случайно последними от концепции матриархата в мировой науке отказались именно советские ученые если научный мейнстрим перестал заниматься проблемой матриархата примерно в 1920-е годы когда начавшиеся серьезные полевые исследования не дали никаких признаков его существования ни в настоящем не в прошлом разных народов мира то в советском союзе от этой идеи отказались только в 1980-е годы понравилась статья ставьте лайк и подписывайтесь на канал или пишите свои комментарии 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 подписывайтесь на канал или пишите свои комментарии